На телеканале «Север» программа «Актуальное интервью» с вами Анастасия Саботович. Здравствуйте. У нас в гостях руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа Галина Медведева. Здравствуйте, Галина Брониславовна. И, наверное, начнем наш эфир с самого приятного. Начинается новый учебный год, поэтому от лица нашей телерадиокомпании разрешите поздравить вас с этим прекрасным праздником. Спасибо. Спасибо большое. Ну, я думаю, что в лице, наверное, раз я возглавляю Департамент образования округа, то, наверное, и всех педагогов округа с этим замечательным праздником, с началом нового учебного года. Спасибо. Ну, наверное, перейдем к нашей беседе. Сегодня мы с вами обсудим самый актуальный вопрос в сфере образования. Самый первый и самый-самый актуальный вопрос. С какими результатами в сфере образования подошел Ненецкий автономный округ в первом сфере? Если говорить об образовании и начало учебного года, то 37 школ готовы к приему, начнут, точнее, завтра образовательный процесс и 32 детских сада. В этом году у нас 6060 детей пойдут в школу, первоклассников на 182 человека больше, чем в прошлом году. То есть количество детей растет, увеличивается в городе и в округе, и это замечательно. Детские сады предоставлены, места в дошкольно-образовательные учреждения в этом году всем детям 2012 года рождения и части 2013 года рождения. Тем, кому исполнилось 3 года, всем предоставлен детский сад, и детишки постепенно с 1 сентября пойдут в детский сад. Положительная динамика. А скажите, раз затонули тему детских садов, все знаем, что есть указ президента, что 100% обеспечит детей от 3 до 7 лет местами детских сада. Но малыши подрастают, родители хотят выходить мамочке на работу, и существует очередь. Скажите, будет ли как-то решаться проблема с ныне существующей очередью? Может быть, будут построены дополнительные детские сады или какой-то другой вариант придумать? Ну, строительство детских садов – это, наверное, самый легкий вариант и самый ожидаемый для всех родителей. С 3 до 7 лет мы предоставляем, вот уже который год указы у нас исполняются на 100%. Есть проблема от 1,5 до 3 лет, когда мамочки хотят идти на работу, но, увы, детского сада нет, и, конечно же, очень сложно. В этом году планируется открытие детского сада на лесозаводе на 220 мест. Завершаются там работы, и тут подъездные пути. То, что все необходимое, да, то, что необходимо и по требованиям Роспотребнадзора, безопасности детей. Кроме того, точно так же завершаются работы в стадии завершения. Это детский сад в Усть-Каре. Ну, проблема, конечно, с очередью в детских садах – это прежде всего город. Это городское население. Это связано и не только с тем, что рождаемость, мы говорим, большая, и это замечательно, но, с другой стороны, и внутренняя наша миграция, когда люди переезжают семьями сюда в город, встают на очередь, и, конечно же, деткам тоже необходимо обеспечивать детскими садами. Решается вопрос на сегодня и возможности открытия негосударственного детского сада. Все основные вопросы, которые связаны с организационными моментами, возможностями финансирования и так далее, прорешены за летний период. Работаем с теми, кто предприниматели, кто готовы этим заняться. И, то есть, это в процессе работы. Я надеюсь, что все-таки хотя бы две группы детского сада в этом году будут открыты именно для детишек вот от полутора лет. А если, например, предприниматель решил открыть свой малый бизнес и сделать негосударственный детский сад, он может к вам обратиться, например, или это все-таки совместно как-то с администрацией идет работа? Ну, он может обратиться к нам, несомненно. Он может обратиться в департамент финансов и экономики, в отдел предпринимательства. Мы работаем очень плотно с ними как раз. Ну, а если они придут к нам, мы тоже точно так же все объясним, что необходимо. На сайте департамента тоже есть вся информация о возможности открытия частного детского сада. Кроме того, есть у нас группы кратковременного пребывания. Они на сегодняшний день тоже начнут работу, как и все остальные группы с начала учебного года. Ну, детки кратковременного пребывания, посещая вот такие группы, они не исключаются из очереди, и они остаются нуждающимися в посещении детского сада, то есть стоят в очереди. А какие существуют выплаты, вот если ребеночек не ходит в детский сад с полутора до трех лет? Ну, существует социальная выплата, не помню сколько, социальная выплата порядка 6 тысяч на ребенка, который не посещает детский сад. Но это при условии, что если он сидит с мамой дома? Или если даже мама работает, нашли какой-то другой вариант, может быть, няню, и все равно это социальная поддержка идет? Конечно, это идет на то, что ребенок не устроен в детский сад. Это социальная гарантия, социальная выплата, которая существует в округе, именно в Нейнском округе. А на сегодняшний день не планируется еще строительство одного детского сада, может быть, ясельного типа на территории города? Ну, ясельного типа детский сад строить, наверное, нет необходимости, а вот строить детские сады и расширять их, конечно же, количество необходимо, чтобы в них можно было открывать и группы для раннего возраста, от полутора лет. Ну, сегодня мы говорим, указ существует жестко с трех до семи лет обязан, но тем не менее, начинаются уже, мы говорим, такие веяния, что давать как бы и раньше, если там, где есть такая возможность. Ну, строительство никто не отвергает, здесь самый главный вопрос сегодня, это, конечно же, финансирование, которое, ну, рассматриваем от необходимости первоочередной, потому что рассматривать только город, это тоже неправильно. У нас много есть очень детских садов, которые в деревянных уже зданиях, и многие из них требуют, конечно же, либо капитального ремонта, либо строительства. И вот раз зашла речь о капитальном ремонте, вот общественный резонанс вызвала ситуация с четвертой школой и с образовательными учреждениями в Бугарино и НИСИ. Как будет проходить обучение этих детей, которые были сюда к нам привезены, из Бугарино, из НИСИ, и кто держит на контроле данную ситуацию? Ну, и отдельно, наверное, уже это четвертая школа, потому что родители волнуются, все переживают. Ну, учебный год мы начинаем везде. Как я уже сказала, я, наверное, начну с государственных учреждений, то, что непосредственно подведенственно департаменту, исходя из полномочий. Это Бугарино и НИСИ. Бугарино школа была закрыта, и детский сад в соответствии с аварийностью было, значит, совещание проведено, и в соответствии с договоренностью, с главой, спасибо, конечно, муниципального образования Калугольский сельский совет Анастасии Филипповной, договорились, что администрация выйдет, вот именно, и предоставит нам здание администрации для детского сада и школы. И вот это большое здание, которое есть сегодня в Бугарино, половина там преднадлежит Дому культуры, у них есть спортзал, которым пользуется школа, пользовалась, и рядом будет вторая часть, половина как раз, там, где была администрация, почта, там будет располагаться две группы детского сада и школа. На сегодняшний день, пока работы не закончены, они еще идут, работ много, потому что и 3-4 класс будут обучаться в Нинецкой школе-интернат, там предоставлены все удобства, все условия, им предоставлены комнаты, отдельные помещения, небольшие как раз кроватки, которые нужны для маленьких детишек, тут же они будут обучаться, доставлены и помещения. Вторая смена, то есть после занятий, для них будет организован и отдых, будут организованы секции, занятия, кружки и так далее. То есть они будут пользоваться всем тем, чем пользуются и дети в школу-интернат. Ну и, кроме того, все спортивные сооружения готовы принять их и, может быть, в то же время сделать и оздоровление для этих детишек, которые приехали с Бугрино, с этого острова, где они проживают постоянно. Первый и второй класс будут обучаться по очно-заочной форме. эта форма приемлема для образовательного учреждения, находясь непосредственно там, в Бугрино. Ну а подрядчик, что на Бугрино, что в НИСИ сегодня, обещает, в общем-то, к 1 ноября сделать все работы. Мы очень надеемся на это, конечно же, и департамент будет отслеживать все это непосредственно. Все работы, будем работать с подрядчиком, будем оформлять командировки, ездить, проверять. Ну, я думаю, что и родители, что в НИСИ, что в Бугрино заинтересованное, чтобы подрядчик качественное вовремя сделал, тоже будут помогать своими общественными советами контролировать процесс. Есть организовано обучение в две смены на сегодняшний день. Эта ситуация обозначилась, видите, она летом, то есть мы ее не планировали, но так как появилась такая ситуация, что необходимо переделывать фундамент, укреплять, то школа, ремонт был приостановлен, было сделано обследование, и на сегодняшний день ждем подрядчика, который начнет работу. 10-11 класс мы привезли тоже в школу-интернат, они проживают точно так же, как вот детки Бугрино, проживают отдельно, в отдельных блоках, в отдельных помещениях, так, чтобы им было комфортно, как с одного села, деточки, да, из одного класса, да, они проживают рядом вместе. Поэтому надеемся, что дети здесь будут жить, ну, жить, так скажем, сказать, как дома, наверное, все-таки сложно, любому ребенку дома лучше, с мамой и с папой рядышком, но, тем не менее, постараемся наиболее создать комфортные условия, чтобы детям эти два месяца, мы говорим, не показались долгими днями вдали, а наоборот быстро пролетели, очень бы этого хотелось. Точно так же они будут посещать и спортивные сооружения, будут заниматься танцами, если необходимым, ручным трудом, всем, чем они захотят, и те кружки, которые есть сегодня в школе-интернате. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, не переключайтесь. Каждый день на телеканале «Север» мои коллеги оперативно и достоверно сообщают главные новости региона. Будьте в курсе последних событий. Оставайтесь на «Севере». Смотрите телеканал «Север» в пакете НТВ плюс «Триколор», а также в режиме онлайн на сайте trksever.ru Мы продолжаем. У меня в гостях руководитель департамента образования, культуры и спорта Калина Медведева. Все мы знаем ситуацию с четвертой школы, ситуация напряженная. Скажите, пожалуйста, как там обстоят дела? Ну, ситуация может быть напряженная от того, что люди сами себе рассказывают то, что есть, то, что нет. Шло плановое обследование школы. Муниципалитет занимался и обследовал школу, начиная с ноября месяца. Смотрели, есть ли действительно щель увеличивается, не увеличивается, трещины, скажем, да. На сегодняшний день проведено обследование, есть промежуточный акт на рабочей комиссии, которая состоялась совместно с департаментом, при главе города совместно с департаментом образования и сострой инспекцией. Было решено, в принципе, что школа и дают заключение эксперты готова. Она может работать в штатном режиме. Единственный спортзал, который на втором этаже будет еще следоваться и до конца сентября, просто-напросто там потом будут еще ремонтные работы и гарантируют нам эксперты, что 30 сентября все будет завершено и с октября можно будет использовать и его. На сегодня занятия физкультуры будут проходить в малом зале самой школы. Ну и кроме того, составляется график и расписание для того, чтобы задействовать такие крупные спортивные комплексы, как лидер, можно использовать труд, норд, любые спортивные залы, которые у нас есть. Думаю, детям на пользу. Конечно. Кроме того, лидеры имеют еще открытый стадион и сентябрь, как правило, позволяет заниматься легкой атлетикой и именно этими занимаются. И легкую атлетику ГТО сдают в этот период времени. И я думаю, что школа организует учебный процесс. столовая будет пока завершать ремонт. В самой столовой будет завершаться ремонт. И поэтому дети будут получать сухой паёк. Ну, школа наорганизовать. Всё согласовано с Роспотребнадзором. И я думаю, что какие-то обсеяния, потрясения, я думаю, что то, что нам дал на сегодняшний день дали заключение эксперты, это заключение реальное, и дети, конечно, могут учиться. Ну, я думаю, это положительные моменты. Вы сейчас успокоили очень многих граждан нашего округа, что всё в порядке. Ну, 1 сентября они открывают школу. 1 сентября будет 10 часов линейка, и школа примет и первоклассников, и всех остальных. Единственное, что в этом году школа переходит на двухсменную. И третий класс будут учиться во вторую смену. Ну, я думаю, что это связано не только с самой какой-то школой или что-то, а с тем количеством детей, которые пришло в школу, и кто учится на сегодняшний день. Но, ещё раз говорю, полномочия, да, на сегодняшний день по городским школам это управление образования, молодёжной политики города Норинмара. А вот ваше мнение, как педагога, насколько это хорошо для детей? Всё-таки они маленькие, третий класс, вторая смена, это не очень удобно. Ну, удобно, неудобно, а с второй бы смены вообще хотелось бы уйти. И поэтому здесь у нас третья школа, ну, практически в три смены, да, там, так скажем, промежуточные есть смены. Поэтому хотелось бы, чтобы, конечно, все школы работали в первую смену. Это наша, в принципе, сегодня и задача. Приведение федеральных государственных стандартов, которые мы сейчас вводим в основной школе с пятого класса с этого года, стандарты требуют того, чтобы дети первую смену, половину дня, так скажем, точнее, наверное, обучались, а во вторую они занимались доп. образованием. Это могут быть кружки по интересам, это могут быть клубы, это могут быть спортивные секции, это должны быть в том числе предметные занятия, развивающие, работа с одарёнными, ну и так далее, и так далее. Поэтому фактически часов пять ребёнок ещё в неделю дополнительно должен на вторую смену. И поэтому если у нас двухсменные школы, то мы условно выполняем там, где получается, либо за счёт учреждений доп. образования, то есть исполнения федеральных государственных стандартов. Хотелось бы, конечно, чтобы все школы работали в одну смену, чтобы дети учились, а вторая смена была предоставлена для дополнительных занятий, для дополнительных форм общения с детьми. А какой есть вариант выхода из этой ситуации, потому что детей же всё равно будет становиться всё больше и больше? Ну, прежде всего, конечно, строительство, это однозначно. С другой стороны, это и, может быть, пересмотреть имеющиеся ресурсы, которые сегодня есть по школам. Сегодня, например, старшие классы, профильность как раз старших классов 10-11, она позволяет детям из любой школы, из любого микрорайона обучаться именно там, где устраивает их профиль. И когда старшие классы, мы говорим, ну, пока ещё у нас это 10-11, развитые, они могут обучаться, где им, ну, может быть, хочется, может быть, там, куда они будут поступать, предположим, будут поступать на биологов, химиков, медиков. Им, конечно, хорошо было бы в 4-й школе. Если будет связано с математикой, информатикой, то это 5-я или 1-я школа. Ну, то есть, каждый из классов, кто на гуманитарные направления, 3-я школа может давать, ну, и так далее. Поэтому есть универсальные классы, но лучше бы, когда старшие классы, мы говорим, уже даёт профилизацию, когда ребёнок определяет свой путь и идёт уже целенаправленно, куда он будет поступать. Всё-таки хотелось бы очень, чтобы дети, поступая, да, у нас, когда мы спрашиваем, куда они будут поступать, говорили, например, медицинский, педагогический университет, классический университет, а не просто в Питер или в Москву. Определяем место жительства или место, точку, так скажем, да, где они будут учиться, а не профиль по той специальности, которую они будут получать. Вот вы затронули уже тему образовательных стандартов новых. Скажите нам подробнее, что будет нового в сфере образования, потому что я знаю, что наши пятиклассники совсем революционеры, они первые, кто учились по новой образовательной системе начальной школы, а теперь их и дальнейшие нововведения их преследуют. начальная школа на 100% перешедшая уже на федеральные государственные образовательные стандарты, все преподаватели проучены, приобретено учебное, лабораторное, если там, где необходимо оборудование. но пятые классы они входят, пятый класс, как вы знаете, он такой немножко промежуточный между основным звеном, они ушли вроде бы от начальной школы, но только-только первыми шажки делают в основной. И поэтому здесь точно так же новые программы, новые, мы говорим, учебники, сегодня есть о чем поговорить и об историческом образовании, новые концепты исторического образования, это и выход в новых учебниках, их три на сегодняшний день, которые рекомендует Министерство образования Российской Федерации, поэтому жизнь-то не стоит на месте, и сами подходы к обучению, к воспитанию, они немножко другие. И если мы раньше говорили об обучении, об образовании, о воспитании, как вот рядом идущих процессов, то сегодня мы говорим образование, обучение, воспитание, это единый процесс. И поэтому стандарты как раз нацелены сегодня на то, чтобы продвигать именно эту идею. Воспитывая, образуем, образуя, воспитаем. А вот есть там такие интересные вещи, которые опубликовала российская газета о том, что будет два языка теперь введено по новым стандартам для детей с пятого класса. Все знаем прекрасно, что один язык мы и так изучаем, а теперь их будет два в некоторых регионах. Это может быть и если это республика, второй государственный язык. А как у нас это будет проходить? Вот эта вся система будет ли у нас перепрофилироваться педагоги? То есть будут ли курсы повышения квалификации? Потому что новая система подразумевает и новое преподавание. Как будет построена Вы имеете в виду родной язык? Или имеете просто то, что министерство принимает два языка? Прежде всего один русский обязательный и иностранный язык. это английский, французский, немецкий и так далее. Как основной. Тут два понятия. Есть изучение родного языка в национальных школах. И есть предположим увеличение количества часов, которое произошло. Там, где изучают например родной язык, предположим в начальной школе было 2 часа, сейчас 3 часа в неделю и так далее. Кроме того, дополнительное образование. Если мы говорим о федеральном стандарте, который идет на то, чтобы как любой европейском государстве человек общался на своем языке, языке межкоммуникативного общения, как правило английский, то в таком случае это перспектива более далекая. 20-е годы, но тем не менее уже сегодня Министерство образования готовит педагогов, оно готовит детей, готовит общество, хотя бы потому, что сегодня ЕГЭ сдаёт в два, так скажем, экзамена, это и письменно, и устная речь проверяется. поэтому на встрече всероссийское совещание, родительское собрание, которое прошло 27-го числа, вел Ливанов, министр образования Российской Федерации, он четко сказал, что постепенно, поэтапно, переобучая преподавателей и давая им переподготовку, внедряя какие-то элементы в ЕГЭ и внедряя элементы вот как раз федеральные стандарты по переходу основного, потом среднего образования на новые стандарты в ГОСы, то это и будет происходить этот процесс. То есть сказать, что за один день взяли и образовали, оно не бывает, образование такой поступательный всегда процесс. И кроме того, что проходят реформы, реформы должны восприниматься и к нему общество должно постепенно готовиться. Вот сегодня мы говорим, сегодняшние пятиклассники прошедшие федеральные стандарты с начальной школы, они знают, что это такое, какая система и какие требования выстраивались. И митив уже легче. Они идут по своей стезе, которую они начали с нуля. Ну вот сейчас большое внимание уделяется изучению нинейского языка. Я знаю, что в некоторых населенных пунктах и школах закупили специальные книжки, пособия. Тоже, наверное, определенный стандарт по изучению ниньского языка. И вот ниньский округ планирует внедрить практику кочевых школ. Подобный опыт организации учебного процесса детей и кочевников существует на Ямале и в Якутии. Вот ваши отношения как к педагогу? У нас, у нас, наверное, более продвинутый, наверное, Ямал. В этом отношении у них был сначала пилотный проект, потом они вот уже сколько лет, да, по-моему, семь или восемь лет они вот, у них этот процесс идет, но для того, чтобы он пошел, они начали, конечно же, с подготовки и переподготовки кадров. Что такое кочевая школа? Это школа непосредственно там, где находится кочевик. То есть, мы говорим, это учитель, это школа, которая должна кочевать вместе с детьми, вместе с кочевниками, как они и переходят с места на место. И поэтому, вот, с моей точки зрения, мы должны, наверное, подготовить специалиста для кочевой школы, либо того, кто согласится и просто закончив, будет работать, либо это те, кто сегодня молодые девушки из таких кочевий, которые либо вышли замуж, либо еще не вышли, собираются и хотят продолжить свой путь и проживая в общинах, вот, их обучить. И они бы, конечно же, были бы воспитателями, учителями начальной школы, они бы находились здесь, учились своих детей, своих родственников, ну, тех, кто находится здесь, в этой общине. И это было бы, конечно, замечательно. И тогда, исполняя законы образования, все ступени, начиная с дошкольного образования, ребенок получал бы, независимо от того, где он находится. Я вообще считаю, что ребенок должен получать образование, качественное образование, где бы он не родился. И поэтому сказать, что мы открываем кочевые школы, сегодня мы ничего пока не открываем. Но мы обсуждаем процесс, какие должны быть методики, кого мы должны будем готовить, как, какой это будет процесс. И наверное самая большая проблема сегодня то, что в федеральном перечне специальностей по среднепрофессиональному нет учитель национальной школы. То есть здесь либо выносить перечень, либо приближать это к какому-то специальностям. Но тем не менее, да, как учитель кочевой национальной школы он должен быть. У нас 13 школ для них заказаны учебники. Почему говорю заказаны? Потому что их издают, печатают по нашей просьбе просвещения и будут направлены они до конца этого календарного года финансового. Ну кроме того, оборудование для этих же 13 национальных школ. Отлично. Я думаю, что все будет хорошо, что все плоды реализуются. Большое вам спасибо, Галина Принеславовна, за это интервью, за эти полноценные ответы. Я думаю, что многие наши жители округа получили очень много интересных знаний. Так что с праздником вас, наступающим. Всего вам самого доброго. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях была руководитель департамента образования, культуры и спорта Ниньского округа Галина Медведева. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова